МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так выглядит начало Третьей мировой войны. Ну, как минимум, могло бы. Справа наш военный корабль, слева американский. На боевых кораблях на полную мощность работают все системы управления и мощная антенна. Командиры держат постоянную связь со своими штабами, а те, в свою очередь, с высшим политическим руководством в страну. И вот наш корабль разгоняется, разгоняется и бьет американцев в борт. Это было ровно 25 лет назад. До настоящей войны, как казалось в тот момент, оставалось полторы минуты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши дни. Главная база Черноморского флота России. Набережная Севастополя. Выправка выдает бывшие военные. Это члены экипажа того самого корабля, который 25 лет назад чуть не устроил войну. Ждут своего командира. Тот давно в Москве и ушел со службы. Но сегодня должен приехать. Вот ведь, на взгляд гражданского, необъяснимая вещь. Уже два десятка лет никто, никому, ни командир подчиненный. А при появлении сухопарой фигуры в форме вытягиваются в струнку. Здравия желаю. Ты седой стал, был рыжий. Да, но кто-то поднялся. Сдуреем, дуреем. Обстановочка неспокойненькая, шутили в конце 80-х советские скептики. Объявленное высшим политическим руководством коренное изменение жизни страны Советов выходит этим самым Советом боком. Классность, перестройка, кооператив – не слова, символы времени. Общество поделено. Одни – за реформы, другие – резко против. Революция не за горами. В это же самое время около границы СССР военные всего мира, прежде всего, конечно, США, начинают вести свою игру. Непрямые бои и столкновения, конечно, но провокации как минимум. Сотни случаев, когда кораблями и самолетами имитировали прямое нападение. Десятки раз за год нарушение госграницы. С битой на Камчатке южнокорейский «Боинг» и пролет Матиаса Русла до Красной площади, после которого генералов поснимали ух – это все частные истории одной большой обстановочки того времени. Два корабля и два командира, которые скоро поставят мир на грань катастрофы, в то время еще даже не догадываются о существовании друг друга. Это американец. Ракетный крейсер «Йорктаун». Его только-только построили. Еще краской в отсеках пахнет. Хорош, правда? Тут и самые современные крылатые ракеты, и мощные торпеды, и точных орудий не исчесть. Каждый отсек герметичен. «Йорктаун» может действовать даже в условиях ядерной войны, когда вместо воздуха пыли радиоактивно. Сейчас как раз уникальное испытание. Продолжение следует... 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, марк! Рядом с кораблем взрывают огромные мощности заряд. По сути, имитируют советскую, ну чужую еще, ядерную бомбу. Внутри самые нужные, самые важные агрегаты, считай, подвешены с помощью хитрой системы. Рядом бомба взорвалась. Они не то что не сломались, чуть шелохнулись. Одним словом, непростой корабль. Идеальный воин. В качестве девиза тут так и написали. Победа – наша традиция. А это корабль «Наш». Сторожевик беззаветный в то время, главный советский работяга Мирового океана. Уникальные съемки. Команда проекта 1135, которому принадлежал и беззаветный во время службы в Средиземном море. Те, кто не на боевых постах, конечно. У наших и бассейн самодельный, и системы защиты от ядерной атаки нет вовсе. Одним словом, неровня американцу. Но вооружен не хуже заокеанского собрата. И торпеды, и пушки, и крылатые ракеты. Решение встретиться этим кораблям было принято здесь. Москва, Старая площадь, Малый зал администрации президента. Раньше здесь зал заседаний Политбюро. За год до наших событий в этих стенах плановый совет обороны. Во главе стала тогда еще генсек Михаил Горбачев. Справа и слева председатели Совета министров КГБ, министр обороны, главкомы. Главное слово на том совете держит главком военно-морского флота Владимир Чернавин. Суть его выступления сводилась к простой мысли. Надо проучить супостата. Дать достойный ответ на возможную провокацию на море. Что предлагаете, спрашивает генеральный секретарь. Вы же не будете в них стрелять. Предлагаю создавать препятствия движению вплоть до опасного маневрирования. А дальше, если не подействует навал. А что такое навал? Столкновение? Чебриков, глава КГБ, спрашивает, могут ли быть человеческие жертвы? Нет, отвечает главком. Столкновение? Это действительно катастрофа. А навал, то, что предлагается, лишь легкое, но недвусмысленное соприкосновение. Корабли только выберите попрочнее. Завершает дискуссию генеральный секретарь. Долго ждать не пришлось. В феврале 88-го года идеальный воин Йорктаун и приданный изменец Кэрон появляются в Черном море. Разведка доносит тот самый случай. На перехвате уже дежурит работяга Беззаветный и для второго американского корабля Кэррона СКР-6. Началось. Мы были там, чтобы продемонстрировать советам, что мы могли заходить в Черное море, что оно не было их личным озером, так сказать, показать флаг. Вот и все. Чистая политика. Это ни в коем случае не было агрессии. Просто такая игра, в которую играли на море американцы и Советы. Вот как выглядели противники. Беззаветный, который приклеился к Йорктауну, и СКР-6, нацеленный на Кэрон. Один из главных показателей в нашей истории – это водоизмещение кораблей. Говоря проще – вес и размер. И тут преимущество американцев видно даже не специалисту. У Йорктауна тройной перевес, у Кэррона – почти в девять раз. Командирский катер, флаг, матросы – как положено. Вдоль строя кораблей. Их беззаветного уже давно нет. Утилизирован. Но вот такой же проект. Еще на ходу, еще вооружен и опасен. Они практически не говорят друг с другом. Лишь изредка. А как Миша? А где Саша? Как дела у Кости? Сейчас они все там. В 88-м. Сергей Иванович приглашает. Стоит. По трансляции было сказано, что мы идем на таран, сближаемся плотную, закрепить все по штормовому, задрать все переборки, выставить вахту безопасности. В отдельных случаях можно заходить в территориальные воды, что называется, не по приглашению. Это так называемое право мирного прохода, чем американцы и воспользовались. Но оно, например, не подразумевает работающую на полную катушку радиоэлектронное оборудование. Одним словом, это юридическая карусель была. Классическое начало большой драки. Наши постоянно телеграфируют. Ваш курс ведет к пересечению. В случае буду вынужден. Американцы в ответ, мы ничего не нарушаем. В какой-то момент граница в прямом и переносном значении слова оказалась перейдетной. Все стали подниматься на палубу, чтобы посмотреть. Понимаете, нам всем хотелось увидеть Россию, потому что ее никто никогда не видел. Ну, железный занавес и все такое. С советскими тоже так было. Они подходили к американскому побережью, просто чтобы посмотреть на Нью-Йорк, например. Я вам сейчас покажу на модели корабля. Больше всего народу собралось на палубе, вот здесь, довольно высоко. Товарищ контрразбирал, дежурный параллель с адресом. Здравия желаю. Вольно. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Командиры Багдашина принимают на корабле такого же проекта, как и его беззаветный. Тут почти ничего не изменилось с тех времен. Аппаратуры разве что прибавилось. Тут радист, тут с торпом, а командир он на ногах. В такой ситуации у него нет, куда присесть. 25 лет спустя адмирал Багдашин вспоминает для нас, что творилось у него, тогда капитана второго ранга, на мостике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ему, который докладывает ситуацию ежеминутно, поступает команда сблизиться и произвести действия по вытеснению нарушителя. Со стороны не специалисту это может показаться чистым самоубийством. Американец больше беззаветного в три раза. Стрелять нельзя. Что еще можно было придумать? Стрелять перед ним. Раздавит и скажет, что так и было. Ни в одной академии, ни на одном флоте мира, ни один командир со времен первых спароходов не стоял перед такой задачей. На вал это очень опасно. И по военно-морским законам официально значит, слушай, я тебя в последний раз по-хорошему прошу. В той же ситуации это выглядело, как первоклашка-отличник дал бы за трещину матерому дворовому хулигану. Каждый понимает, что произойдет дальше. На корабле боевая тревога. Лишь два лейтенанта надевают спасжилеты, но им быстро объяснили, как не сдаются русские. На глазах американцев, которые уверены в своем превосходстве, машут руками, делают неприличные жесты. Спасжилеты снимают те, кому они положены на верхней палубе. Так поступают, когда считают, что они не пригодятся. Команда Беззаветного и СКР-6 шли умирать. Потом вспомнят, что Старпом положил руки поверх рук молодого рулевого, чтобы не дрогнул в последний момент. Что один люк затраяли так, что потом кувалды отбивали. Еле открыли. Таких маленьких последних историй на двух советских кораблях было очень много. Если смотреть по закону, то мы нарушили, естественно, морской закон, правила предупреждения столкновений судов в море, потому что мы своим правым бортом били в левый борт, а мы должны были уступить ему дорогу. Но с точки зрения защиты своей Родины мы действовали абсолютно правильно. Наших американцы не принимают в расчет до последней. Знают, что стрелять не будут. Это же война. Кто на нее пойдет? Беззаветный притирается к Йорктауну, а наш маленький СКР-6 к Кэррону. Есть касание. Было ощущение, что они нам просто угрожают, но ничего делать не станут. Нам всем казалось, что они так далеко не зайдут. Никто не пойдет на столкновение. Они будут идти рядом, но ничего не сделают. Это страшно, но они не сделают. И вот здесь-то главная проблема. У американцев с этой стороны на палубе пусковые противокорабельных ракет «Гарпун». Тонна взрывчатки в боеголовках плюс топливо. А на беззаветном того хуже. Корпедные аппараты. Взрывчатки в наших боеголовках еще больше, а заправлены на них крайне опасной смесью с температурой горения больше тысячи градусов. И вот если бы наши торпеды на их ракеты, был бы большой бум. Решение нужно было принимать мгновенно. «Багдашин» выводит корабль из заноса, как заправский автогонщик. Газ в пол, руль в сторону заноса. На беззаветном взрывается радиостанция. Сближение прекратить, больше не наваливаться. Но командиру «Багдашину» деваться некуда. Его выход из заноса смотрит точно в борт американца. Нос беззаветного врезается в Йорктаун со всей своей пролетарской нелюбовью. Под идеальным, как потом выяснится, углом. Сгромоздившись на корму, наш сторожевик стал медленно сползать в море, крушав все на своем пути. Вывешенный заранее якорь для большего ущерба стал, по сути, булавой. Перелетев над головами американских моряков, никого не задев лишь чудом, своими железными лапами начинает рвать палубу американца. На вертолетной площадке снесены все леера, перила плотские, в щепке разнесен трап, в конце разрушены установки гарпунов. Наконец якорная цепь лопается, и якорь улетает в море. Это было взаправду, это были не учения. Мы понимали, что, возможно, придется драться. Что ж, придется, так придется. Нам самим этого не хотелось. Не хотелось эскалации ситуации, при которой могли пострадать и мы, и они. Они выполняют свою задачу, которую им поставлено, а я выполняю свою задачу. Если задача мне поставлена уничтожить этого врага, я это буду делать всегда. Как и тогда. И весь экипаж, я думаю, думал так же, как я. Ну, по крайней мере, после этого случая я получил везде одобрение. Отличного состава, который был на корабле. Время замерло. Потом, как фотографии, в памяти всплывет, что в течение десятка секунд, пока корабли шли, сцепившись, командир противовоздушного комплекса пытался, внимание, вдумайтесь, накинуть петлю на контейнер американской крылатой ракеты «Гарпун». Стащить хотел. Вот ведь, говорит, секрет бы достал. Решение созрело мгновенно. Подготовить стальной трос не успели. Если бы я хотя бы восьмерку накинул бы на нее, зацепил, но нет, мы бы ушли вместе со всей установкой. Не только с одной трубой, наверное, все четыре подорвали бы. В тот же десяток секунд загнавший молодых матросов внутрь. Торпедист от греха подальше. Засучив рукава, демонстративно набивал воздух торпедные аппараты. Это одна из операций по подготовке к запуску. Вроде как, ща-ща, вот только мне дадут команду. Сейчас его выставлю. Я просто подумал, что целесообразнее будет мне находиться здесь, и так будет, в общем-то, ну, по крайней мере, свести к минимуму ошибки, которые могли быть. То есть тот вот момент, если он мог наступить, вот этот М, или не М, а вот нужный момент, чтобы не было ошибки. Вот и все. Реакция экипажа после столкновения сводилась к мысли, что же они сделают дальше. Мне передали ключи от ракет. Там в арсенале 44 ракеты на двух больших конвейерах. Они все стоят вот так, вертикально. И мы сняли блокировку со всех этих ракет до последней. Ну, вулкан Фаланс был наведен на нас, естественно. Было бы у нас такое оружие, мы на них тоже довели. Артеллерийские установки у нас тоже были, находились в зоне стрельбы. Ну, это самое, с углом по стрельбе по воздушным целям. Но, тем не менее, боезапас был подан. Осталось только произвести блоге для перезарядку. Эсминец Кэрон, не обращая внимания на бросающийся на него наш второй сторожевичок, начинает притирать Багдашина слева. По сути, нашего беззаветного берут в клещи. Помните соотношение масс кораблей? Наш корабль лопнул бы, как яичная скорлупа, и поминай, как звали. Но командир Багдашин приказывает увеличить ход и вырывается из этих клещей вперед. Кэрон в догонялке играть не стал. Он прикрыл раненый бокс-обрата, укрыв того и от третьей атаки. Мало ли, эти странные русские еще раз пошли бы на таран. И, как выяснится позже, от любопытных глаз наших моряков. Ведь в Нью-Йорк-тауне, по, как говорят в данном разведке, происходит страшное. У них пожар, внимание, в хранилище специальных боевых частей, то есть ядерных боеголовок. Американский флот никогда не комментирует подобное утверждение. Но если бы допустить, что все это действительно имело место, тогда становятся понятными действия пожарной команды. Сначала они появляются на палубе американского крейсера, но почему-то тут же сворачиваются и бегом вниз. И это был второй раз в тот день, когда советские и американские моряки были на грани от прямого боестолкновения. На сей раз действительно ядерного. Правда, в эту версию многие не верят. Та и обычной флотской байк. Будь там пожар, все было бы очень серьезно. Нам пришлось бы затопить наш арсенал и орудийный отсек на корме, чтобы ни ракеты, ни снаряды не могли взорваться. Мне кажется, они видели вот эту дымовую трубу вот здесь. Тут на корме были установлены два газотурбинных генератора. Обычно работал один из них по левому борту. Но после команды занять боевые посты, когда включились все системы, электроника, они, наверное, включили и второй генератор. Именно он и дал тот дым, который валил из этой трубы. Если говорить конкретно об этих двух кораблях, то, скорее всего, ядерного оружия все же не было. Что касается ракет, которые пострадали от удара, ракет «Гарпун», то они точно несли обычное вооружение. Кстати, общий ущерб «Юрктауна» оценивался в 3 миллиона долларов. Сразу же после инцидента Кэрон сблизился с нами. Они осмотрели нас на предмет повреждений. Мы осмотрели их точно таким же образом. И на Кэрон врубили на полную громкость песню «Born in the USA», так, чтобы мы слышали. А у нас на корабле врубили «Eye of the Tiger». То есть мотивации у нас хватало. Боевой дух был высок. Потому что мы, в общем, отбились от русских. И потом мы сами видели, что русский корабль лишился якоря из-за удара на нашу корму. Эти фотографии американские моряки раньше не давали прессе. Деланы они сразу после тарана. Повреждения «Юрктауна». Вокруг ракет «Гарпун» тревожная лента. Проход запрещен. С них самих сбит контейнер. А вот и чистый, отпорочный борт американского крейсера. Самое яркое впечатление, когда, закончив это мероприятие, я обходил корабли со скоростью 30 узлов. И проходил рядом с «Кэроном» в расстоянии 15 метров. То «Кэрон» был освещен вспышками фотоаппаратов. Братская ГЭС в очереди стоит. Когда отпустил, я получил полное удовлетворение своими действиями. Не могу сейчас показать жест. И так далее. Но приблизительно это то же самое. Только это было в душе. Когда мы возвращались обратно, я стоял вахтным офицером. Я как-то вот так вот смотрел, принимая сводку, там температура воды плюс 3 градуса. И вот я так думал, если что, сколько бы мы в воде могли продержаться там, не продержаться. И слава богу, что все это закончилось. Американцы покидают наши территориальные воды. Корабли наши тоже возвращаются в базу. В Севастоп. Буквально на одном крыле. Пробойна в борту, сорваны муфты двигателя, полностью разворочена гидроакустическая антенна. А дальше, как у классика, поддать сюда Ляпкина-Тяпкина. Флагманский штурман флота еле успел впихнуть командиру беззаветного папку с документами. Того тут же в самолет и в Москву. Он прилетает в столицу в субботу. Но вызывать на ковер его не спешат. Поселили в закрытой гостинице от генерального штаба. Из номера ни ногой. По злой иронии судьбы, из окна номера, в котором жил Багдашин, видно Министерство иностранных дел. На межгосударственном уровне тот бой еще только начинается. И в том здании советские дипломаты открывают свои арт-погреба. Он проведет здесь два дня. С папкой, которую ему всучил штурман, графином с водой, по линейке, застеленной кроватью, этим и видом из окна. Два дня, в которых решалась его судьба. А ему же кричали, отойди, не касайся больше. А он-то ранил, да еще как. Его судьбу, как потом скажут, решил генеральный секретарь. Который после доклада сказал лишь два слова. Хорошо и молодцы. За слово хорошо его не разжаловали, не посадили, а за слово молодцы даже наградили. Правда, не сразу, да и не за то. Орденом Красной Звезды. Официально за испытания новой техники. Как потом шутили сослуживцы, испытания техники американской на прочность. Знаешь, наверное, почему не было не так? Встреча с однополчанами заканчивается за накрытым столом. Так, как должно. Лишь спустя какое-то время Багдашин узнает, что Йорктаун полгода не вылезал из ремонта. Что его действия – предмет пристального разбора на уровне министров иностранных дел. А результатом стало согласование правил мореплавания. Более того, американские военные взяли на себя обязательства не повторять подобных действий. Кто мог тогда представить, что уже через несколько лет настанут такие времена, что командиру придется продавать личный автомобиль, чтобы элементарно покрасить боевой корабль. Что те берега, которые защищал командир Багдашин, станут частью другой страны. А военные России и США будут проводить совместные учения и заходить друг к другу в порты с дружественными визитами. Дорогие боевые друзья, 25 лет назад вот в эту бухту вошел стражевой корабль беззаветный, который выполнил свой воинский долг, который поставила нам Родина. Мы нанесли американцам сокрушительный удар, работали все смело, честно, красиво. Поэтому я хочу поднять тост за наш славный экипаж сторожевого корабля беззаветный. Поскольку оба американских корабля действовали по приказу правительства, для участников не было никаких негативных последствий. Но начался сбор материалов, киносъемок, фото и так далее, чтобы представить все это русской стороне. Потому что мы хотели подавать иск, мы хотели получить компенсацию за пострадавшие корабли. То, что мы это сделали, у них гордость была. Чувство гордости за наш корабль. Мы такой маленький забияк этому крейсеру, как говорится, по пятаку настучали. Я защищал свой народ. Я защищал свою родину. Какая бы там власть не была, какой бы то режим не существовал, какие бы изменения не проходили, люди остаются людьми. Эти люди были рядом со мной многие-многие годы, пока я служил на этом фронте. И абсолютно мне не обидно, что корабль получил повреждения, что корабль, в конце концов, был списан. Он ушел. Осталась большая человеческая память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова